Обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть пациента. На скамье подсудимых Халиль Зиаддинов, врач-хирург одной из частных клиник. По версии следствия, в апреле минувшего года доктор, недообследовав больного, обратившегося к проктологу, поставил ему неверный диагноз и назначил экстренную операцию, в ходе которой вколол пациенту обезболивающее, которое было противопоказано. При этом, как считает потерпевшая сторона, он делал все это в корыстных целях. Мнение обеих сторон в репортаже Нафисы Минязовой. Его практически убили одним уколом за 5 минут. Это подтвердили результаты экспертизы. Женщина рассказала, что ее брат после уговора своей жены обратился за помощью к колопроктологу в одну из частных медицинских клиник Казани. Тогда он жаловался на ноющие боли, однако она отмечает, что причин для проведения экстренной операции не было. Он пришел туда, но вместо того, чтобы провести консультацию, его начали резать. Он не успел даже подписать согласие на оперативное вмешательство. У него даже не взяли ни одного анализа. Согласно материалам дела, врач, не записав в амбулаторной карте показания пациента, установил ему неверный диагноз и назначил срочную операцию. Мужчина погиб прямо на операционном столе до приезда скорой помощи, как позже установил экспертиза от обезболивающего, который применять было нельзя. Потерпевший сообщил, что бригаду медиков в клинику вызвали только для того, чтобы отвести от себя подозрения. Кроме того, согласно материалам дела, при проведении реанимационных мероприятий сам Халиль Зяддинов не провел всех необходимых действий. Следствие также полагает, что операция была проведена экстренно только для того, чтобы выставить пациенту счет побольше. Действовал умышленно из корыстных побуждений в целях скорейшего проведения операции и получения материального вознаграждения за оказанные ему услуги. Осознавал, что своими действиями и бездействием оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потерпевшего. Сам подсудимый этого не признает, однако, по словам потерпевшей стороны, аванс больше половины суммы он взял до вмешательства. Мы антируем, ничего не будем, только общаясь с судимым числением. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Однако, он свою вину не признает. Между тем, ходатайствовал перед следствием о переквалификации своих действий на более мягкую статью. Причинение смерти по неосторожности. Максимальный срок по которой составляет лишь 2 года. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112.